Первое, в условиях межпланетных полетов есть факторы, которые сегодня плохо изучены, на самом деле могут очень жестко лимитировать такие полеты, пилотируемые. В первую очередь, это широко обсуждаемая проблема радиационной безопасности, которая, тем не менее, имеет решение, но еще здесь очень много вопросов остается. И вторая проблема, которая начинает обсуждаться в последнее время достаточно активно, это полеты в условиях отсутствия фактически магнитного поля Земли. Кроме того, надо понимать, что такие полеты, они принципиально отличаются по их организации от орбитальных полетов, от полетов, которые будут совершаться в условиях автономности экипажа. И это, конечно, другая задача, которая требует и с точки зрения медицинского обеспечения решения многих вопросов и пересмотра части, вот, закладываемых в обеспечение решений. С точки зрения средств профилактики сейчас, в связи с этим, поднимается опять вопрос о создании искусственной силы тяжести. Искусственной гравитации на борту таких аппаратов, чем мы сейчас начинаем достаточно активно заниматься. Насчет реализуемости. В условиях, ну, экономика это и есть средства, так сказать, поведения в условиях ограниченных ресурсов. Да, ресурсов всегда не хватает. Поэтому первый вопрос, это, конечно, рациональное использование тех ресурсов, которые сегодня государство может выделить на эти цели. Я поэтому, отвечая на один из первых вопросов, сказал, что применительно к Луне, с нашей точки зрения, важно эти полеты совершать не на базе того опыта, который существует, и, в принципе, полет к Луне сегодня обеспечить, наверное, мы можем, медико-биологически. А важно в этих полетах разрабатывать и внедрять новые элементы, которые создадут научно-технический задел для будущих экспедиций. Продолжение следует...